Страна, Украина. Иностранцы улыбались и махали руками, но когда окно разбили камнем, они поняли, что-то здесь не так. Влад Бовтрук. Страна.УА. Украина. 23 февраля 2020 года. Страна поговорила с украинкой с кривого рога Кариной Гончарук, которая в данный момент находится в поселке Новые Санжары, Кудыё, а также еще 48 украинцев и 29 иностранцев, эвакуировали из китайского города Ухань. Карина нам рассказала, что она и другие участники эвакуации пережили, когда их доставили в Новые Санжары. Начнем с главного, как вы себя чувствуете? Спасибо, я здорова. Как прошла ваша первая ночь в Новых Санжарах? Я думала, что не смогу уснуть, но усталость дала о себе знать и уже к часу ночи я уснула. Но давайте все по порядку. Как вы оказались в Китае? Случайно получилось? Я никогда не думала, что буду работать за границей. Я танцовщица в шоу-балете. В Китае я работаю на протяжении трех лет. Мы выступали в разных городах, все зависело от контракта, Тиньцзинь, Шанхай и последним городом стал Ухань. Контракты обычно подписывались на 3-4 месяца. Расскажите немного о себе. Чем вы занимались до того, как поехали в Китай? Мне 22 года. Я из Кривого Рога. Училась в Донецком национальном университете экономики и торговли имени Туган-Барановского. Я очень люблю танцевать. В детстве я занималась эстрадно-спортивными танцами. В 17 лет я получила травму колена, после чего врачи сказали, что с танцами нужно заканчивать. Но меня это не остановило. Через год моя подруга, которая знала о моем увлечении, пригласила меня на кастинг-шоу балета «Фашион Па». Из этого же балета еще 17 эвакуированных человек. После первой пробы меня пригласили в балет и сразу предложили контракт в Китай. А как же учебу в университете? Первые два года я училась на дневном отделении, после чего перешла на заочное. Мне было очень трудно учиться, находясь в Китае. Спустя три года я забрала документы из университета, где в Китае выступал ваш шоу-балет. В Китае сеть государственных парков «Апавулей». Там мы выступали. У нас есть несколько программных номеров, с которыми мы ездим по разным городам. Сколько участников в вашем балете? 18 человек плюс 3 руководителя. Какой доход вам приносила работа в шоу-балете? До 1000 долларов в месяц. Все зависит от того, как давно ты выступаешь и какой у тебя контракт. Работать нужно было 6 раз в неделю. Одно выступление длится 30-40 минут. За один день мы выступали 6-7 раз. Как вы узнали о коронавирусе из социальных сетей? Огласки никакой не было. Знакомые ребята увидели, что местные китайцы в социальных сетях начали писать, что в Китае появился неизвестный вирус. Наше руководство в Китае также нам ничего не сообщало. Спустя неделю руководство парка, где мы работали, собрало нас и сообщило, что мы должны следить за гигиеной, что нужно уделять внимание безопасности и не ходить в людные места. Они очень много говорили о гигиене. Но уже на следующий день наш парк закрыли на карантин. Город остановился за один день. Перестал работать общественный транспорт. Большинство магазинов. Что произошло дальше? Где вы жили? Нам сказали сидеть дома и никуда не выходить. Мы жили в общежитии, которое нам предоставило руководство парка. Каждый день наши комнаты дезинфицировали. Мы выходили только за продуктами. Когда вы поняли, что ситуация критическая. Когда город изолировали и запретили покидать его пределы. Также начали вводить ограничения на выход из домов. Какой была обстановка в городе? Была ли паника среди людей? Дефицит товаров. Возможно другие детали? В первую неделю карантина мы видели панические сообщения в местных социальных сетях. Но я не могу сказать, что среди людей была большая паника. Люди гуляли по городу. И все говорили, что власть города справится с вирусом. На полках магазинов не хватало только фруктов. Остальные продукты были. Работали не все магазины. И только до обеда. Какие меры безопасности предпринимали местные китайские власти? При входе и выходе из каждого дома или общежития проверяли температуру. В некоторых домах людям выдавали карты, в которые ставили отметки. Когда они выходили на улицу, количество выходов было ограничено до одного раза в два дня. По какому принципу выбирали дома? Где выдавать карты? А где нет? Я не знаю. В нашем общежитии таких карт не было. Как преподносили информацию местные СМИ и власть. В Китае есть местная социальная сеть учать. Там каждый день публиковали информацию о количестве зараженных, вылеченных, умерших. Но многие китайцы писали о том, что статистика, которую публикует власть, не соответствует действительности. Количество зараженных и погибших слишком уменьшено. Но я хочу заметить, что многие китайцы часто говорили, что причин для паники нет. И что власть скоро разработает вакцину. Запускали социальные ролики, где китайцы открывают окна и кричат, ухань, вперед. Как реагировали ваши родители на сложившуюся ситуацию? Они очень переживали. Постоянно писали в социальных сетях, почему нам не помогают. Они же понимали, что мы сами ничего сделать не можем. Расскажите о том, как с вами связалось посольство Украины в Китае. Через социальную сеть учать. Искали сообщества, группы, в которых были украинцы. В этих группах сообщали, что создано сообщество, которое называлось «Украинцы в Ухань», куда мы должны передать информацию о себе, контактные данные. Обещали, что с нами свяжутся. Сколько прошло времени с момента, когда начался в городе карантин и до момента, когда с вами связались из посольства Украины. Примерно неделя. Когда вас добавили в чат «Украинцы в Ухань», сколько там было участников? Около 150 человек. О чем вы общались в этой группе? Мы подсказывали друг другу информацию о том, где можно купить продукты, какая ситуация и где. Сбрасывали туда видео своих наблюдений. Делились контактами служб такси, которые работали. Но спустя время, когда в чат писали данные о дальнейших действиях касательно эвакуации, то те, кто от эвакуации отказались, начали возмущаться, что посольство думает только о тех, кого эвакуируют, а о тех, кто остается, не думают. После чего был создан другой чат, в котором были только те, кто согласился на эвакуацию. Эвакуировали только 49 украинцев. Получается, что это примерно третья часть от тех, кто там остался. Те, кто отказался от эвакуации, как-то объясняли свое решение. Нет. Все те, у кого были какие-то вопросы, связывались уже лично с куратором этой группы. Первая эвакуация была назначена на 10 февраля, но потом ее отменили. Вам как-то это объясняли? Сказали, что есть вопросы с авиакомпанией. Также еще уточняется место, в которое нас будут эвакуировать. С 10 февраля вылет перенесли на 11, но когда 11 числа нам написали, что вылет отменился, причину уже не объясняли. После того, как первую эвакуацию отменили, у вас лично и в чате была паника? Да. Это была третья неделя карантина в городе, и уже было очень много ограничений. Людей выпускали на улицу раз в три дня, и то по одному члену семьи. Из некоторых домов вообще не выпускали. Поэтому многие начали писать во все СМИ, президенту, чтобы нам помогли с эвакуацией. Родные, которые находились в Украине, также писали всюду, что украинцев в Ухане не эвакуируют. Возмущались практически все, кто были в этом чате. Мы хотели донести до страны, что мы еще здесь, в Ухане. Не забывайте о нас, пожалуйста. Вы же нам дали надежду. Какой наиболее задаваемый вопрос был в этом чате, когда вылет? Сотрудники посольства нашли нас уже через неделю после карантина, поэтому мы поверили, что нас не бросят. Паника началась после того, как отменили первую эвакуацию. Я знаю девочку, которая встречалась с австралийцем, так она хотела улететь с ним, когда Австралия эвакуировала своих граждан. Но так как они не были женаты, посольство Австралии ей отказало, и она осталась в Ухане. Эту девушку также эвакуировали в Украину. Да, как вас инструктировали перед вылетом. Был какой-то перечень вещей, которые можно с собой забрать. Было ограничение на количество вещей. С собой можно было забрать один чемодан весом 23 килограмма и ручную кладь. Но как потом оказалось в аэропорту, можно было взять два чемодана. Одна из нашумевших истории эвакуации, это собака Анастасия Зимченко, которую не пропустили на борт самолета. Из-за этого Анастасия тоже не села в самолет. Можете, что-то об этом рассказать? Анастасия что-то писала в чат о том, что хочет забрать собаку. Возможно, она лично общалась с кем-то из посольства, но в чате я не видела, чтобы кто-то об этом писал. Как много людей вы знаете среди тех, кого эвакуировали, только участников своего балета? Расскажите поэтапно. Как была организована ваша эвакуация? Всех участников чата разделили на несколько групп по месту жительства. У каждого было свое время и место, где нас должен был забрать автобус. Как я поняла, автобус был один. Он приезжал на место, забирал группу, отвозил ее в аэропорт и возвращался за второй. За 15 минут до приезда автобуса нам об этом писали в чат, и мы выходили к месту, где нас должны были забрать. После каждой группы водитель автобуса проводил дезинфекцию салона. Все это снимали на видео, а затем это видео опубликовали в общем чате. В автобусе кроме водителя находилось еще двое мужчин. Они занимались организационными процессами, проверяли списки людей, меряли температуру. В котором часу началась эвакуация. Наше время выезда из общежития было запланировано на 17.40. Автобус приехал вовремя. Также в числе эвакуированных было 29 иностранцев. Вы знали об этом? Они также находились в чате для эвакуированных? Нет. Мы это узнали из украинских СМИ. Вас это как-то удивило? Да. Мы не против иностранцев. Нас удивило то, что нам об этом не сообщили и мы узнали об этом из СМИ. Когда вы в автобусе ехали в аэропорт, о чем вы думали? Вы прощались с этим городом или мечтали еще вернуться в Ухань? Я думал о том, что очень хочу туда вернуться. Еще до начала эпидемии я планировал остаться минимум на один год. Мне очень понравился Ухань. Все города Китая красивые и запоминающиеся. Но Ухань – это особенный город. Там очень добрые люди. Что было в аэропорту? Как вас проверяли? Какая там была обстановка? Когда мы приехали в аэропорт, там уже находилось несколько групп. Сам аэропорт был закрыт. Я видела только тех, кого эвакуировали в Украину. После того как мы приехали, мы подождали еще часа два. Остальные группы начали проходить контроль. Перед прохождением контроля нам дали документы, которые мы должны были подписать. Соглашение на двухнедельный карантин и соглашение о неразглашении процесса эвакуации дальнейшего карантинного периода. Расскажите подробнее о прохождении трех колец контроля, о которых говорили организаторы эвакуации. Первое кольцо контроля производилось китайской стороной. Три раза различными приборами нам измеряли температуру и спросили о самочувствии. После этого, точно так же нас проверила уже украинская сторона. И только после этого мы сели в самолет. Были те, кто не прошел контроль. Я знаю только об одном парне. Он был из нашего балета. У него была повышенная температура. Насколько я знаю, сейчас с ним все в порядке. Он в клинике сдал все анализы, и у него не обнаружили вирус. Сейчас его привезли обратно в общежитие, где мы жили. Вас проверяли на борту у самолета. Какая там была обстановка? Да, проверяли. Третья линия контроля была в самолете. Также измерили всем температуру. Сам самолет был разделен на две части. В одной части находился экипаж и персонал, который нас сопровождал. Во второй части находились те, кого эвакуировали. Самолет был разделен ширмой из пленки. Знаете, как разделяют первый и второй класс? Вот такая же, только более герметична. Перед тем как вылететь или во время полета, вам сообщали место вашей эвакуации. Нет, всю информацию мы узнавали из СМИ, но и там не было четкой информации. Вы знали о том накале, который происходил в стране в преддверии эвакуации. Вы читали новости о том, что люди перекрывают дороги, протестуют и выходят с митингами, а местные власти собирают внеочередные сессии, чтобы запретить размещение в санаториях. Вы видели все эти новости? Нет. Хотя после первой отмены нашей эвакуации, когда мы начали поднимать панику, почему нас не забирают, нам писали гневные комментарии, но мы не думали, что ситуация настолько наколена. Вас как-то инструктировали внутри самолета. Вас предупредили о том, что происходит в Украине в связи с вашей эвакуацией. Нет. Нам никто нечего не говорил. Мы даже не знали, куда нас будут везти и какой это будет город. Когда самолет пролетал над Украиной, к нам вышел пилот и сказал, что мы должны приземлиться в Харькове. Однако из-за плохой погоды, мы часа полтора будем летать в воздухе. Только в этот момент мы узнали, что прилетаем в Харьков. Через час полета, нам сказали, что мы летим в Киев на дозаправку. Там дождемся, когда улучшатся условия для посадки в Харькове, а если нет, будут решать, что с нами делать. Когда вы приземлились в Киев, у вас всех была возможность подключиться к интернету. Да. И что вы узнали из новостей, когда подключились? Когда мы приземлились в Киеве, некоторые ребята включили интернет и тогда уже мы узнали, что происходит. Было полно видео из поселка Новые Санжары. Все писали о том, что нас должны привезти именно туда. Но мы не знали наверняка. Нас покормили, после чего пилот сказал, что мы вылетаем в Харьков. Как вас инструктировали по прилету в Харьков? Никак. Нас разместили по автобусам и все. Все садились, как хотели. Мы ехали в автобусе с иностранцами. Нам только сказали рассесться с разных сторон. Вы прилетели в Харьков в 12 часов, а в поселок Новые Санжары автобусы заехали около 19.30. От Харькова до Новых Санжар 150 километров. Почему вы ехали так долго, почти 8 часов? Вы куда-то заезжали? Нет. Делали только три остановки, чтобы сходить в туалет. На заправке. В поле. Вы ходили в туалет прямо в поле возле дороги? Да. Вам сообщили, куда вас везут. Нет. Я так поняла, что даже водители не знали дорогу, куда ехать. Когда мы уже проехали несколько часов, я спросила водителя, как долго нам ехать. На что он мне сказал, что сам не знает, он едет за колонной. Во время того, как вы ехали по пути к Новым Санжарам, на вашу колонну кто-то нападал. Нет. Но мы до последнего не знали, куда нас везут. У меня еще сел телефон. Я только помню, когда мы остановились третий раз, чтобы сходить в туалет, было уже темно. Девочкам сходить в туалет сложнее, чем мальчикам. Мы с подругой отошли подальше от автобусов, и тут в громкоговорительном начали кричать, чтобы мы быстро возвращались в автобусы. Вот тогда мы подумали, что что-то может произойти. Перед подъездом к Новым Санжарам вас как-то инструктировали? Вам сказали, что ситуация очень наколена, и что вы должны быть аккуратными и внимательными. Возможно, вам сказали о цесте токон. Нет. Нам вообще никто ничего не говорил. Как вы поняли, что уже подъезжаете к месту вашего карантина? Я увидела на улице много полицейских и людей, которые что-то нам кричали, но я не могла разобрать, что они кричат. На каком этапе вы поняли, что вас, мягко говоря, не ждут в Новых Санжарах? Когда наша колонна заехала в Новые Санжары, мы услышали, что люди что-то кричали. Некоторые из них начали бросать камни в автобус. С нами в автобусе ехал иностранец. Он вообще не понимал, что происходит и что говорят. Он все снимал на мобильный телефон. Он улыбался и махал рукой, как знак приветствия. Но когда его окно разбили камнем, он понял, что что-то не так. Какой была реакция сопровождающих вас людей? Они только сказали нам сесть в проходе между сидений. Мы были очень напуганы. Нам брызнули газовым баллончиком в автобус. Нечем было дышать. Вот тогда нам стало страшно и началась паника. У меня был разряжен телефон. Я очень переживала за маму. Знала, что она все это видит и не может не дозвониться. Я видела, как жага эллы костры. Люди бросали бутылки в наш автобус. Они разбивались об его обшивку. Перед заездом на территорию санатория, в самом эпицентре столкновений полиции протестующих, где вы будете проходить карантин, колонна автобусов остановилась на несколько минут, пока расчистят путь для проезда. Протестующие разожгли большой огонь. Что вы в этот момент испытывали? Нам было страшно. Мы не понимали, почему мы стоим, когда в нас летят бутылки, камни. Было очень страшно. Мы же не виноваты. Я вообще считаю, что нужно было провести нашу эвакуацию очень тихо, без огласки. После того, как вы заехали на территорию санатория, что было дальше? Мы сидели в автобусах еще минут 10, после чего нам сказали, что мы можем выходить и заходить в корпус. Понимая, что происходит вокруг, кто-то спрашивал в организаторов эвакуации, что происходит, куда вас привезли, нет. Все были напуганы. Нас собрали в холле на первом этаже и сказали, что украинцы селятся на четвертом этаже, иностранцы – на третьем, а экипаж – на втором. Вас как-то распределяли по комнатам или вы в хаотичном порядке расселялись? Каждый занимал свободную комнату. Расселили по два человека. Вам было страшно там находиться? Да. Первое, что я сделала, это закрыло окна штора и вообще боялась подходить к окнам. Девочки тоже были напуганы. Я позвонила маме и сказала, что со мной все хорошо, я в порядке. Что вам сказали ваши родители? Они были в панике. Мама чуть не плакала. Но я их успокоила, сказала, что все уже хорошо, нас охраняет полиция. Когда вы заселялись, для вас провели какой-то инструктаж. Рассказали распорядок дня, правила карантина – нет. Рассказали, что завтрак в 9 часов, обед в 13 часов, а ужин в 19 часов. Также сказали, чтобы мы не ходили между этажей и желательно вообще не выходить из комнат. Но мы ходим друг к другу в гости, так как здесь очень скучно. Какая обстановка внутри санатория? Персонал ходит в защитных костюмах? Да, персонал ходит в защитных костюмах. Обстановка спокойная. Сегодня я даже выходила на балкон. Я не видела, чтобы кто-то нам что-то кричал или бросал в нашу сторону. Все очень спокойно, как будто то, что происходило раньше – страшный сон. В интернете гуляет видео, снятое из санатория, и на нем можно увидеть ужасные условия вашего проживания. Я бы не хотел об этом говорить. Здесь не все так плохо. Здание санатория имеет два крыла. Одно отремонтировано, а второе нет. Видео сняли в неотремонтированной части здания. Могу сказать, что в каждой комнате есть телевизор, холодильник. Нам выдали постельное белье. Здесь можно постирать вещи. А у вас какие условия? Мне повезло, я живу в новом крыле. Вам запрещено выходить на улицу. Да. Как вас кормят? Можете подробно рассказать о вашем досуге. Кормят очень хорошо. Еда как домашняя? Мне кажется, что за две недели я точно поправлюсь. Вам уже рассказали о том, как вы проведете здесь следующие две недели. Вы сдаете какие-то анализы? Нет. Нам пока никто ничего не говорил. Из анализов, проверяют температуру три раз в день, пока это все. Много ли людей вас поддержало? Да. Многие мне написали слова о поддержке. И сегодня, когда я вышла на балкон и не увидела протестующих, я поняла, что все плохое закончилось. Многие писали, что им стыдно за этих людей. Как вы думаете, что заставило людей протестовать против вас? Не знаю. Возможно, страх перед коронавирусом. Что вы планируете делать после окончания карантина? Я хочу побыть с родственниками. Но еще об этом не думала. Вы планируете ехать за границу? В Китай или в другой город? Есть много стран, в которых я хотела поработать, но еще не думала об этом. Вы и дальше хотите заниматься танцами или чем-то другим? Буду заниматься танцами. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...